всем привет друзья сегодня мы с вами посмотрим ролик с канала каргац который называется ubisoft финал компании интересно интересно лайк ставлю комментарии для развития а вы друзья мои проделать те же манипуляции со мной комментарий напишите мне лайк поставьте мне а я начинаю свою историю бисов часто менялись и так совпало что именно сейчас когда дела у французиков как никогда на дне их современный логотип четко передает видение компании как никогда на дне их то время и на логотип четко передает не понимаю что так то видение компании похож на говно а кто здесь накакал это ты на скакал но все началось с малого юбисофт увидели большие перспективы в облачном гейминге и призывали людей отказаться от владения играми правильно увеличив цену на свою ежемесячную подписку юбисофт игр суки какие лых трех игр за год здесь вайк закином там по монет монетки и раз владеть своими играми для юбисофт звучит нет толерантно в принципе можно выключить онлайн владеть своими игры овладей овладей службы парочки десятков таких игр нет игр нет денег нет нет игр но в 2022 году кому-то из юбисофт показалось очень хорошей идеей добавить свои игры nft крипторынок скинов и видимо просто добавить радуку 6 торговую площадку стима тоже нарушает чьи-то гендерные права как узнать уверен ли еще мне мой рассудок или я давно утратил его а вот идея сделать из муки хорошая фраза хорошая фраза если узнать какого-то произведения скажите пожалуйста я хочу глянуть и пыр наводился для black flag полноценную игру за 70 баксов вполне объяснимо ведь по словам самих юбисофт людям просто нужно самим увидеть игру я не все пойму я не увидели боже мой за что порядке ну да юбисофт отменяет свои полноценные игры чтобы сосредоточиться на играх сервисах но вы ничего не понимаете на самом деле донатные бесплатные игры это развитие компании подлец я моральное животное дичайшая мания и разбираясь почему сейчас юбисофт одной ногой в могиле нужно первую очередь смотреть на настоящие игры которые они выпустили за последние годы понятие как говорите хайперский обычно мертвых плохо не говорят поэтому ну вообще-то мертвых или хорошо или ничего кроме правды сказал сократ допустим это был бесплатный батл рояль от юбисофт кстати говоря я это все думал как но сегодня на стриме скажу сегодня я записываю ролик 2 числа сегодня стрим нас будет я подсел на один батл рояль на посадили ребятки в командировке когда был не так понравилось я попробую если компуктер он работает то я буду играть типа пабга но говорят он лучше чем пабга говорят а механика лучше физика все такое call of duty мобайл call of duty мобайл если попрет с компуктера конечно было бы намного поинтереснее поиграть большой монитор большое все если так то будем собираться и там еще играть что мы играем в что мы играем с вами вам он газ играем а это мы можем собираться еще в батл рояль поиграть короче видать я чувствую да наверное все таки когда-нибудь я создам игровой канал на радость некоторых подписчиков если вспомнил откуда вот это я вставлю комментарии просто тичь надо его сначала кто писал мета их много писали просто давно я опять его нашел напоролся на него времена когда даже у нинтендо был свой собственный тетрис батл рояль пакмэн батл рояль марио батл рояль двигаешься пиксели батл рояль у меня в этой комнате у одного нет своего батл рояль но у хайпер скейп действительно были свои уникальные фишки немного позаимствованные у первому игроку приготовиться немного у нейросетей почему в это вообще играли а тут был уникальный подход юбисофт пиару они вообще всех стримеров купили уникальный подход играй несмотря на боль а под конец дела были настолько плохие что юбисофт буквально платили людям по 10 баксов лишь бы те играли вкусно подозрительно что после этого многие игроки писали петицию с просьбой не закрывать игру на что юбисофт ответили так секундочку игроки писали бы стоят там опять ченч орк не ченч орк по моему петиции стоит который вообще не что-ли влияет по моему там я как-то раз подурусь тоже петицию подписал там так а потом как бы сказал ну начал уже более-менее в законах понимать такой бред все это просто какой-то сайт левый петицию с просьбой не закрывать игру на что юбисофт ответили да и чего ожидать от компании который удаляет ваши аккаунты юплей ну или чеху не удаляет я лично купил самые подходящие для блокировки аккаунты юплей за 10 рублей из единой купленной игры исключительно с играми с бесплатных раздач и последней игровой активностью в районе никогда был шокирующий из 20 аккаунтов забанено было 0 и вот как после этого доверять человеку который каждый день лично видит юбисофт у себя в комнате и настоящие игры за последние пару лет были даже у юбисофт ну или скорее финансово почти успешный фар край 6 правда недостаточно успешный чтобы юбисофт не пришлось лично присылать всем геймерам письма счастья с просьбой зайти в игру не я понимаю я не самый обаятельный и приятный парень на свете на чтоб никто но я помню парк чтоб никто к расчасти светлые моменты мое видео и номинацию светлые моменты мое видео еще есть светлый момент моя реакция выдающийся лгбт игру наверно проговорить дашь у нас запрещено в россии и не знаю уж проговорил запрещено в россии движение чистая часть не оправдала всех ожиданий для фаркрасть 7 юбисофт нашли уникальное решение выпустить игру двумя частями одна из которых будет ммо выживание не надо нигде не надо можно конечно сказать что юбисофт что-то там зарабатывает на ежегодном джаз-дэнс и ведь стоимость разработки этих игр буквально ноль просто права на песню купить но ничего так не говорит об успешности игры какой-то цик-цух какой-то игры в общем кому интересно пишите дымок в ютубе там или просто дымок неплохая песня правда если вдуматься это все наркоманское осуждает о чем появится там но песня прикольная парности и пиратской версии и в случае джаз-дэнс хакеры вообще не знают о ее существовании такой реально успешная игра сервис rainbow six siege но у юбисофт очень извращенное понимание чего хотят геймеры поэтому или я чего юбисофт француза то не знаю или кто-то из вас реально просил сначала добавить в радугу 100 килограммовую женщину спецназовца я кушать хочу мама ну не знаю женщин спецназов я видел мужиков спецназов там по 150 не скажешь про гора мышц но с узиками такие были но они свои обязанности справляются неплохо да не турники а в принципе в армии был у нас такой один амон видится он там турники нормально ну не скажешь про финты прям вытворял подтягивался хорошо десяточку там могут сделать и удар ногой как раз показал мне аж плохо стало не дай бог попасть под такой удар а потом сделать из у вас зомби-режима прям полноценную отдельную три пола игру за 60 баксов с батл пасом но я спросил мошенники они или нет они сказали нет и ты им поверил да хорошо хоть там разработчики одумались и добавили в радугу то что по-настоящему нужно народу аниме скины с коротенькими юбочками на мужиков называю приемы и за ним и история с rainbow sticks extraction закончилась счастливым концом разработка нового контента прекращена кажется мой день только что стал намного лучше еще по мнению юбисофт в интернете существует бесконечное количество геймеров готовых играть во все онлайн игры это единственное объяснение почему была выпущена игра про баскетбол на роликах блестящие идеи прикольно я прируб замечательная инициатива но говно удивительно рокет лига игра есть неплохо мне очень нравится рокет лига там машины играют причем футбол машинами играешь но роллер чемпионс официально до сих пор не умерла правда можно ли считать живую игру которая онлайн 63 человека что мертво умереть может неважно единственная же игрой которую хорошо приняли игроки критики и деньги стала the crew motor fest это буквально невероятно как игра без багов с нормальной оптимизацией без повестки и без покупки вообще всех блогеров в мире как было со второй частью смогла стать самоуспешной игрой юбисофт в двадцать третьем году интересно на самом деле да как так этого не может быть даже самим юбисофт понравилось как игроки охотно тратить деньги на crew motor fest может быть и вам уже пора действовать ну да он сказал что было не без не богов она без ошибок без там без всякой ненужных телодвижений может что-то задуматься что людям нравится и юбисофт начали действовать правда место анализа как это обожает ролик это такой кланк 7 красных линий нарисуйте нам три зеленых две синие а остальные прозрачно и в виде треугольника красный линий параллельный это смотреть за коржаком все у них так получилось они просто закрыли сервера первой части чё еще раз быть и вам уже пора действовать и юбисофт начали действовать правда место анализа как у них так получилось они просто закрыли сервера первой части не думаю да мое мнение в принципе известно честно говоря потраченного времени верни сама же игра заработала 250 лямов что в целом с учетом того что это не полноценная игра мало но после релиза у миража даже было dlc про алибабу и 40 разбойников без алибабы и без 40 разбойников зато с его дочерью или сыном с нынешним дизайном женских персонажей в играх я уже вообще да и сама игра мне запомнилась только очень сложными головоломками часть юбисоф провели работу над ошибками и пообещали делать хорошие игры после ассасин крит мираж запомни пока не доказано не что сказка не выздоровел а а вот ассасин крит я уже могу оценить профессиональной точки зрения ведь являюсь фанатом вир и посмотрел 108 серий сала да как можно было так обосраться и был потанцевал но кто-то заработать до релиза и продал эксклюзивные права на игру рептилоду цукербергу с его около с квестом а мы любим деньги в итоге игру делали исключительно для убогого мобильного железа а потом еще юбисофт удивляются маленьким продажам и прекращают работу на всеми другими вир играми когда nexus даже в стиме нет не получилось по недавнему аватар франтирс офф пандора я изначально хотел сделать видос но оказалось что это первая игра юбисофт уровня и такие что значит а игры юбисофт стоит 70 баксов а значит через две недели за 40 баксов принципе нормально ты такой умный ну возьми да переведи мне бабки на карточку потом поговорим что делает эту игру прям но я про это мадам видел у деда здесь такой интересный такой блогер дед пи 47 прям что последнее время многие о нем говорят может тоже взять его на реакции не знаю там всякие стримеров показы которые свои разрушили свою карьеру с ним интересно посмотреть там вот стримиши это было так охреневший типа много пубнил очень лишнего новым уровнем гейминга я так до сих пор и не понял слишком много вариантов например редактор лица смысле одного лица на вообще всех персонажей получается что я это ты а ты ну или принудительный качественный стелс трехметровых синюшных эльфов прячущихся от людей в зеленой траве наверняка он где-то рядом я прям чую интересно сколько нужно добавить в игру букв а чтобы потом юбисофт не продавали вырезанный контент за это не благодарят не только 2d метро и 2 new по принцу персии можно назвать достойной игрой старый но не бесполезный надеюсь всем понравилось потому что акция была одноразовая не принесла юбисофт сотни миллионов мне нужны деньги любой ценой но бесплатно хотя не сказал бы что на эту игру были потрачены деньги и судя потому что в какой-то момент персонажи вообще неросетями озвучивали работали разработчики за еду ты счастлив но лучше всего о состоянии юбисофт говорит их последний релиз cool and bones 10 лет разработки а по итогу игра про пиратов где нельзя самому нанимать каждого члена экипажа а то вдруг ты себе чисто белых мужиков наберешь у нас здесь так не принято и абордажа тоже нет чем вас к цены не устраивают и при атаке на крепость мы тоже физически корабль покинуть не можем это все всего лишь было в black flag 10 лет назад ты всего лишь и в ассасин руку изгодить тоже там было вроде как изгодить как от как-то ответвление dlc спин-офф по-моему что такое от этого от black flag пи***ц как меня разочаровал и ладно персонаж не разговаривает игру вообще как чистый мультиплеер делали юбисофт у вас в игре про пиратов плавать нельзя а вы гордитесь инклюзивная повестка я чрезмерного вылова рыбы почему ты не умираешь мне лень и тестирование были намеки что эту игру лучше отменить как намеки тестеры буквально сбегали почему же тогда ее вообще выпустили а тут все просто на создание school and bonds правительство сингапура выделила государственные деньги для поддержки игровой индустрии стране юбайю и юбисофт эти бабки судя по стоимости разработки в 150 лямов успешно распилили им нужно было выпустить school and bonds в любом состоянии мне пару раз давит и я зауважал всех и по этой игре я понял две фундаментальные основы юбисофт во первых у россии и у юбисофт есть много общего коррупция а во вторых ой открыл америка сейчас да что оказывается во франции есть коррупция вот как так и вышел французы очень любят азиаток это единственное объяснение почему в сингапурской студии главная задача в разработке игр а так это единственное объяснение почему в сингапур интересно монитору расположены все то что хочу если короче хочу сейчас монитор заменить вот 2 квадратный монитор меняем кажется показывал дискорде может притом покажу у меня второй монитор квадратный здесь все хочу думать обновить его а теперь пришел к мысли что мне нужен прямоугольный монитор мне просто не хватает его когда для игровых стримов на квадратный монитор не помещается вот все программы которые мне нужны для того для для того чтобы я мог контролировать все да наверно у нас будет заморочиться да 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 сначала соберу сумму которая нужна а потом уже сверху уже буду баловаться куплю себе микрофон новый хороший микрофон куплю монитор обновлю все прямоугольный поставлю желательно два конечно одинаковых кронштейн поставлю хороший вот так вот чтобы все было как по-человечески работать можно было там уже по над третьим потом монитором хотя бы два в принципе хватит второй такой прямоугольный поставить замечательно будет хотя можно третий квадрат оставить между ними это потом как будет стримерская подумала но два монитора не нужны прямоугольные обязательно не такой чтобы не так вот как стояли а это интересная тема вот так вот ставить монитор я видел некоторые так делают к студии главной задачей в разработке игры было домогательство к сингапуркам ну а так как эта игра чтобы окупиться должна принести 300 миллионов вывод о будущем юбисофт можно сделать даже без финансовой аналитики из планов на ближайшие релизы у юбисофт практически все игры сейчас делятся на игры сервисы ассасины ассасины игры сервисы ассасины игры сервисы с элементами гачи для телефонов я об этом не просил тебя вообще никто не спрашивает и каким-то образом в этот список записалась игра по мультфильму неуязвимый естественно с элемент блин классный мультик вообще классный мультик так не понятно почему неуязвим он чмошник вообще как-то на дать справедливо будет его все время все пинали все коммунили и силу пинали блин он такой лоховатый одесса крутой да отец вообще хороший монстр у него а он сам чмошник это мигачи для телефонов я беру 250 за час но все в порядке играть вам в это не придется в этой игры в принципе нет возможности играть только смотреть на автобой позорище чего смотреть на автобой но все силы юбисофт сейчас бросили на полноценную игру серии ассасин скрит рэп и к этой игре юбисофт относится очень но я вот тотал в тотал пар часто использую часто использую автобой потому что очень долго вот там 40 минут идет бой если хочешь сам тип боевых до 40 минут идет бой да можно больше до часу сделать но это очень геморрой я сам сам использую бой то когда там шансы когда вот очень великий шанс что я проиграю если меня нападают и есть там шанс процентов 30 всего лишь на победа остается у меня ты я сам когда я ввожу бой тогда я ну процентов грубо говоря в 70 я даже в восьмидесятых да уж делите скромность процент 80 я вытягиваю битву это в этом игре талвар а в основном использую то что автобой потому что это очень долго так иначе играть и так компания эту игра я не знаю недели две наверное я не могу я в них серьезно да это игра про японию с чернокожим главным героем уже самурай чтобы знали японцы жуткие расисты они недолюбливают всех кто не японец но юбисофт нашли того самого единственного чернокожего который реально был в древней японии так еще и вторым персонажем будет японская женщина самурай добавляем к этому специальную футболку с фибро отдачи от юбисофт за 500 баксов и ого футболка с фибро отдачи их на себе наконец-то сможем ощутить в себе чернокожую катану как все приятное ощущение я после этого даже не удивляюсь следующему ассасину про ведьм не интересно только одно что дальше юбисофт каких еще событиях были замешаны ассасины шаманы какие-то в россии в россии там много чем можно делать про смутные времена там про революцию там были разбор такой ё-моё тоже хотел бы выиграть ну я про то что вот там много чё есть где пошалить во времена рождения христа знал что иисус было евреи и в этой ситуации но есть там вроде какая-то есть так и кстати говоря про октябрьской валюты что такое есть там такая плоская вообще под с ассасинами жалко только китайцев они так играют 4 гачи одновременно так и ситуация с ассасинами жалко только китайцев они так играет человек или айтик к этому теле и к велику при шпандуре настолько всего хрень это да играют 4 гачи одновременно так еще и юбисофт выпустит для них ассасин импакт добро пожаловать чего это ночную смену есть конечно у юбиков еще но мне хочется посмотреть в глаза человека для которого сразу пять новых игр сервисов после school on bones это отличная идея у меня задержка в развитии ладно еще мобильная радуга фанаты ее давно хотели настолько я давно что юбисофт даже пришлось засудить одну такую фанатскую радугу но по мнению французов помимо радуги мы должны еще находить время для мобильной division я не могу себе это позволить время с учетом того что там буквально все будет продаваться за деньги то найти еще одну работу мне так грустно пожалуйста скинь мне милые фотки своей картинной карты работы нас дома будет ждать полноценный за division 3 реалистичный division hard plan честно придуманный самостоятельно и никаком таркове мы не слышали прикольно ну все я это у тебя ворую сейчас и конечно же бесплатный дивизион call of duty который еще выйти не успел но стал невероятно популярным на тече а в основном потому что на твиче раздавали ключи за топ донатеров конечно надежда что сейчас где-то в подвалах делают ремейк спринтерсела но это надежда на уровне ремейка принца персии спринтерсел вроде бы неплохая игра я в телефоне играл вот на телефоне очень нравился спринтерсел блин такого жалко что не продолжили я бы с удовольствием подаярил бы еще в армии играл постоянно я может даже почти по моему все части спринтерселл прохом да они примитивные на телефонах были но все равно мне очень нравилось даже 3d была такая своеобразная 3d и только с beyond good and evil 2 все стабильно выпустят когда-нибудь ну каково это когда тебе 105 лет пристрелить меня неужели тогда у юбисофт вообще нет ни одной игры которая может спасти компанию прямо сейчас тут все зависит от того насколько выстрелит идея выпустить игру по звездным воинам с геймплеем анчарты да и женщины главной героини без способности джедая такие решения называются конченными к сожалению складывается такое ощущение что юбисофт вместо выпуска хороших игр легче самим себя угробить чем они в целом отлично справляются ничего личного но ты уволен но я приступил к работе только вчера но причина увольнения отмен игр вполне логичны и виноваты разработчики и видимо были недостаточно счастливы по мнению отдела счастья юбисофт ну что как настроение не было больно не было а я видел про этого про парикмахер тут детей сжоты не все он тебе пришелся плакал там сопли распускал он чё ты нормально судишь постриг его но это не тот видеоролик по моему типа счет плакал дяди плакала сам дерево другого мне вот например счастье приносят лайки 70 тысяч лайков если поставить это прям счастливой делаю новое видео но если нет если это несчастный уволить не никого максимум без еды оставлю я например огурцов такой вани юбисофт желать уже нечего стать официально самой ненавидимой компанией в мире достижения не каждому под силу внутри меня нет ничем юльсову не до самой ненавидимой компания по там просто даже хуже чем чем весны а то я даже боль не чувствую и спасибо всем кто досмотрел это видео до конца и поставил подписку вверх на бусти патреоне и моих бубенцах на не обижайте юбисоф комментариях матом ведь есть много других прекрасных слов а то они обидятся и мусорнуться эти больные даже своих фанатов полиции сдают а что так реагируешь то сразу что-то боишься-то господи да что-то он боится это голубчик мой это лапинка был сейчас не поняли так друзья мои вот такая реакция у нас сегодня с вами получилась понравилось или нет напишите комментариях ставьте лайки делайте репосты будьте клёвыми и все пока делай как по кайфу родной только в рамках дозволенного